всем привет ребята пока у нас стране идет война bmx контента к сожалению не будет но я решил для вас снимать видео дневник буду рассказывать вам что происходит со мной в столь нелегкий час для нас вот к примеру каждое утро где-то в 6 половину шестого меня будет самолет который прилетает у нас над селом и я думаю ну все сейчас будут бомбить но вроде бы еще стоит село вертолеты тоже летают над домом очень низко не знаю наши или вражеские это вертолеты и самолеты но страшно каждый раз для делан делан интересно ни хера себе гул стоит ужасный все ты пришел сюда гул стоит ужасный я каждый раз просыпаюсь 6 утра тайги ты в жопу что ты прыгаешь тут были все за собаки кончены не дают снимать не глянь ну отстаньте ну что это для идите нахуй отсюда так что пацаны усаживайтесь поудобнее будет интересно будут для вас снимать то что будет происходить со мной в этот нелегкий час для нас для украины и для всех кто здесь живет первым делом чтобы не страдать херней организовал для себя качалочку вот так она выглядит вот такая штанга из бревен вот такая херня для того чтоб деревья пилизи здесь вот такую вот гантельку для себя сделал штанга мне нравится больше штанге 40 килограмм и вот эти вот колеса точнее покрышки я использую для того чтоб накинуть еще по 15 килограмм это будет 30 и того сумме у меня выходит штанга 70 килограмм 70 кило я тяну только три раза но это пока потом когда уже привыкну буду делать больше сейчас продемонстрирую вам так ребята это был первый тренажер для прокачки мышц вот второй тренажер это ломик ломик кладем отсюда на веточку на вот эту и получается у нас неплохой турничок так берете вот эту вот покрышечку берете шнурочек обвязывайте пояс привязывайте эту покрышечку и на турничок чтоб не гонять впустую ну даже покрышки не особо тяжело подтягиваться поэтому я беру еще вот эти вот камушки и вкидываю покрышку и тогда уже тяжело подтягиваться но это так чтоб не гонять подтягивания впустую чтоб был какой-то хоть результат вот так вот я занимаюсь для того чтоб поддерживать форму когда вернусь на bmx чтоб было не так тяжело возвращаться потому что если не заниматься на велике потом очень будет тяжело восстанавливаться и привыкать велосипеду а когда занимаешься и не катаешься длительное время она как-то легче уже проверено годами я вам скажу пацаны зимой когда негде кататься я так и делаю постоянно занимаюсь чтоб не терять форму физическую вот так вот чеки ждем пока война закончится и будем кататься на велике на любимом ссылка скучаю пиздец пацаны вы не представляете как я скучаю за велчиком уже около месяца не катался сейчас слезы сука потекут и так ребята у нас есть вот такой вот кот который не хочет ловить мышу которая завелась у нас в хате недавно а вот этот жердя не хочет ее ловить потому что он жрет за троих котов посмотрите на его щеки какие они у него жирные а мышка у нас тем временем какая-то такими от кашечками и есть наш шоколад короче вот такие вот у нее зубки подкушала немного наш шоколад в итоге придется мне ловить эту мышу посмотрел я лайфхак в интернете как словить мышь и сегодня будем пробовать а если получится завтра утром покажу вам результат сейчас покажу вам как я буду ловить с помощью чего итак короче ребята лайфхак заключается в чем нам нужна банка хлебный мяки и кусочек колбаски который уход хочет в итоге мы делаем вот такой вот шарик из этого мякиша так нарезаем немного колбаски для мишки чуть-чуть можем как-то закатываем это все в этот хлебный мякиш но утром и короче должны у нас и такой пирожок получится клеим его так вот банки таким вот образом надеюсь этот лайфхак сработает и ставим эту приманку на пол мышка у нас предварительно вылазит вот с этой вот дырочки по словам жителей этого дома вот так поставим баночку вот эту монетку и когда мышка сюда забежит и начнет кушать эту штучку по идее банка должна упасть и мышка должна словиться надеюсь эта приманка сработает и завтра утром и словим мышку а дальше уже будем решать что с ней делать сначала нужно ее словить надеюсь не кот не собака не завалит эту баночку а именно мышка словится так что завтра утром проверим доброе утро ребята ну что время показывать наш улов кот сидит на базе но ему не удалось ничего словить потому что он даже не пытался это сделать а я сейчас покажу свою ловушку что у меня получилось словить на нее она была вечером вот здесь но ночью вставал и перенес ее в место там где мыши постоянно лазят это в мусорном ведре мусорное ведро убрал и поставил здесь капкан и и кто у нас здесь словился посмотрите это щур вот такая вот мыша у меня словилась в мой капкан главная сейчас не выпустить смотрите кто-то в баночке у меня ведь какая вот такой вот щур у нас словился ну по моим разведданным что тут не одна мышка 2 потому что я видел сегодня ночью мусорном ведре их было 2 так что сегодня еще одна операция будут по захвату мыши вот такой до пары словлю и в клетку посажу и буду выращивать мышей предлагаю вам написать в комментариях что сделать с этой мышкой я планирую посадить в клетку сейчас найду клетку для нее и посажу туда и потом выпустить весной и богород а